Всем привет! У меня накопилось много вопросов. Конечно, очень извиняюсь, что обещаю отвечать, а потом ничего я не снимаю и не отвечаю. Времени совсем не хватает ни на что. Но вот последний вопрос у меня такой был, и я хочу на него ответить, потому что он часто задается мне. Это о оплате, предоплате и вообще как принимаю я заказанную и вообще, в принципе, как принимают все заказы. Спрашивают очень довольно часто. Значит, как происходит сам заказ? Ну, обычно клиент пишет вам в соцсети или каким-то другим способом, может быть, на телефон, ну, какое-то сообщение, что он хочет у вас приобрести торт или спрашивает, какие у вас есть начинки, что-то. И очень хорошо, если вы будете иметь где-то шаблон, где у вас будет все записано, какие есть у вас начинки, где искать вашу группу, где можно посмотреть ваши фото. То есть вы можете где-то в отдельной папочке держать на компьютере, и если у вас такой вопрос вам прислали по заказу, вы туда заходите, копируете и высылаете этому человеку, чтобы он сориентировался. По ценам, цены, кстати, я вот всегда крайне советую не скрывать. Зачем? То есть в своей группе, где у вас есть фотографии, вы можете написать о своем товаре и, в принципе, и ту же стоимость за килограмм, чтобы человек сразу видел, и если его эта цена не устраивает, он просто пройдет мимо, а если устраивает, он вам напишет. Ничего тут такого нет, потому что, получается, все равно он вам пишет, спрашивает стоимость, вы отвечаете. Ну, как бы, я вот не вижу никакого смысла в этом. Прислали заявку, выслали то, что у вас заготовка, про которую я сказала, есть, где написано. В принципе, некоторые, вот я знаю, пишут такую анкету, где и основные начинки указываются, чтобы человек в одном месте все это посмотрел. Не рекомендую большую делать такое меню. Имейте где-то для начала 5 начинок тортов и 2-3 вида капкейков. Это абсолютно достаточно. Вы можете периодически их просто менять. Вот зимний вариант, вот будет весна, вот лето, ну, осень, может быть и осень, да, какой-то. Дизайн или какие-то там более уже такие теплые какие-то начиночки. Ну, обычно делят на летнюю и на зимнюю начинку. Ну, вот. Так что, вот 5 тортов, 2-3 вида капкейков вам абсолютно достаточно, даже если вы и не новичок. Вот. Все рассказали, показали. И человеку, когда меньше ассортимент, легче ориентироваться. Нужен шоколадный торт. Вот у вас есть 2 шоколадных торта, он там из них пообирает и вам напишет. Вот. Ягодные держите в наличии какой-нибудь. Ванильный классический с разными ягодами или фруктами. Ну, такой вот ассортимент вполне достаточный. Ну, можно, конечно, вот красный бар, его очень часто на свадьбе заказывают. Ну, и вообще такой необычный, яркий торт, который привлекает к себе. Прислали заявку, вы все, списались, написали, что у вас есть. Все. О предоплате, вот, как спрашивают. Вот, в принципе, у меня первоначально было сразу указано, во-первых, это тоже указыватель, что человек, например, создали свою группу, где у вас будут вот вся деятельность. Это я про контакт сейчас говорю. И там укажите, и как вы оплачиваете, как вам оплачивается торт. Есть у вас предоплата или нет у вас предоплата. Ну, конечно, я вот рекомендую работать только с предоплатой, потому что, ну, так вы точно будете уверены, что торт у вас заберут. У меня предоплата была изначально 50%. Ну, вот, в принципе, для чужих клиентов, которые первый раз у меня заказывают, у которых, я не знаю, она у меня так и остается, это, в принципе, ваша себестоимость, вашей продукции. И если даже клиент по каким-то причинам откажется или не приедет, то, во всяком случае, вы потеряете только свое время, а продукты у вас будут оплачены. Посмотрите, какое время вы определяете, обязательно тоже обговаривайте, если клиент отказывается. Например, за сколько дней вы начинаете делать, там, за три дня, может быть, закупать, или за неделю закупать продукцию, вот, для этого торта. Так и напишите, что предоплата возвращается, например, если клиента отказывается за пять дней, там, например, то вы вернете ему деньги. Ну, а, например, если он вам позвонил, а у вас уже коржи там исключенные, вы будете ломать голову, куда их потом деть, то, в принципе, можете отказать. Ну, все это прописывайте, обязательно прописывайте, чтобы, извините, даже если ну, он сразу не увидел, вы можете его отослать и показать. Вот, извините, у меня здесь все про заказ, про предоплату, про доставку, все написано. Вот, пожалуйста, смотрите. Ну, вот, клиентам, которые у меня заказывают уже не один раз, в принципе, я их уже знаю, они могут или 500 рублей у меня как бы залог оставить или тысячу. Вот, я им так пишу. Ну, в зависимости от цены самого заказа это у меня происходит. Ну, без ничего так дела, я точно уверена, что эти люди у меня заказ заберут, я их уже знаю, а так мне удобнее получать более большую сумму, когда уже торт я отдаю. Ну, это вот лично мое. А так вот запросто ставьте, например, 50% предоплату и все. Если бы на этот вопрос я ответила, даже затруднула, немножко уже сказала, что доставку надо тоже обговаривать, пропишите это тоже обязательно, что у вас есть доставка. Какая она, например, кто вам будет доставлять? Может быть, муж будет вечером и выходные дни вам помогать или сын ваш, вот как в моем случае мне сын помогает. Вот. Обязательно это обговорите. Как рассчитывать стоимость доставки? Ну, в принципе, вот тут я не очень сильно заморачиваюсь, я пишу всегда вот 300 рублей вот у меня доставка. Вот так пишу от 300 рублей. А потом просто Яндекс.Такси забиваю и смотрю расстояние, сколько будет взято за это расстояние. Вот. Нужно мне оплачивать, например, в два конца или один только туда. Ну, в общем-то, сориентироваться по стоимости очень просто, если сейчас видно. Ну, по такси я ориентируюсь. Если такси в одну сторону там 150, например, стоит, то 300 рублей доставка, потому что нам еще надо вернуться. Вот. Так что тут тоже никаких проблем нет. По упаковке. Ну, упаковку тоже смотрите. Задавали мне такой вопрос. Всегда держите. Я покупаю сразу много, хоть это вроде и накладно, оно, но, в принципе, так как я покупаю с доставкой тоже, это выгоднее получать сразу большой объем купить коробок для тортов, капкейков. Вот. Но у меня есть несколько магазинов палочек и выручалочек, где покупаю вот эти коробочки. Пусть там розничная, не оптовая цена, например, будет, но все равно я знаю, если у меня закончились коробки для капкейков, я туда иду и иногда просто покупаю несколько штук, сколько мне надо. Такой вот магазин в своем городе поищите, чтобы он и близко был. У нас в Нижнем Новгороде много таких магазинов, у меня два магазина очень близко расположены, один вообще в шаговой доступности находится, другой, вот несколько остановок надо будет проехать, вот. Или найдите в интернете хороший магазин. Вот сама я сотрудничала с одним магазином, как сотрудничала, я там покупала, даже несколько видео вам показывала, но очень часто тоже спрашивают, в принципе некоторым я отвечала, в каком магазине я заказывала эти посылки, но вы знаете, тоже надо смотреть, что вам удобно, потому что таких магазинов в интернете очень много, забейте в поисковике в Яндексе магазины, интернет-магазин все для кондитера, и посмотрите вам целый список, посмотрите цены, посмотрите удаленность, сколько будет доставка до вашего города, и выбирайте то, что удобно вам, потому что я вот например знаю, что меня не только по всей России смотрят, но там присылают только откуда и из Германии, из Канады, из Южной Кореи пекли мои капкейки по рецепту мне это очень приятно, так что девчонки, спасибо большое, что вы пишете отзывы, спасибо тем, кто и в России мне присылает фотографии, вот, это очень приятно всегда посмотреть, что у вас получилось, мне очень приятно, что многие пишут вконтакте, советуются там, что-то пишут, делятся своими впечатлениями от моих рецептов, вот, мне это очень, очень приятно, еще хочу сказать, что в принципе вот под этим видео вы можете написать другие вопросы, которые вас интересуют по кондитерскому бизнесу, может какие-то другие вопросы, давайте договоримся так, вы напишите вот в одном здесь, чтобы хотя бы потому, что под каждым видео вспоминать, что у меня я хотя записывала, но еще раз скажу, времени не хватает, у меня постоянно подготовка или к мастер-классам сейчас происходит, вот, сегодня был мастер-класс по вишневому шику, 9 декабря у меня в большом торговом центре будет мастер-класс, и потом еще 23-го я планирую провести большой мастер-класс по украшению, от и до изготовлению и украшению на новогодний стол, то есть новогоднее оформление будет торта и в таком очень популярном сейчас стиле рустик, так что кто девочки придут на мастер-класс, у них будет замечательный, очень красивый и вкусный торт на новогоднем столе, скажу еще про рецепты ванильные капкейки, они у меня были доступны, этот рецепт, больше месяца, обычно такие рецепты авторские, они доступны, бывают 48 часов, вот, у меня были, я посмотрела, что больше месяца, это точно, и заранее я писала, что с 1 декабря рецепт будет доступен только для покупки, поставила я самую смешную цену, в принципе, 100 рублей, я как-то вообще это ни о чем, поставила 300 рублей, вот, в принципе, почему я это сделала, потому что такой объем, который за этот месяц пришел, заявок на этот рецепт, огромное количество, в общем-то, не просто приходилось, надо сидеть целый час и отправлять телечкам рассылку тела этого рецепта, вот, в принципе, это же тоже труд, его надо немножко ценить, наверное, да, потом по вишневому шику, вот, который сегодня был, отзывы вконтакте можно посмотреть, девчонки сегодня у меня уже отписываются, что торт им безумно понравился, потому что они все ушли с коробочками, в котором был кусок торта, мы его разделили на 8 часей, у меня было 8 учениц, вот, прям вот отписываются фотографии, видео присылают, отзывы о самом торте, то, что вышло сейчас, вот, я выложила маленькое такое видео, это просто видео не самого мастер-класса, а просто показать, что было у меня на этой неделе, вот, что он прошел, в принципе, сейчас уже готовое видео тоже снимала у меня одна ученица это видео, она уже его смонтировала, и я надеюсь, что я им могу буду воспользоваться, чтобы показать вам, вот, но там, естественно, тоже сам процесс только проходит, там нет самого рецепта, и вот я хотела вас спросить вообще, хотели бы вы, чтобы я провела мастер-класс уже для вас, такой же мастер-класс, как по ванильным капкейкам, чтобы он был очень подробный, также, ну, вот, как я сегодня девочкам 4 часа проходила, вот, сегодняшний мастер-класс, я очень подробно все рассказывала, конечно, когда я буду одна снимать сама себя, он будет проходить опять около часа, вот, где-то так, вот, потому что очень подробно я все рассказывала, очень много было у всех вопросов, вот, приходилось постоянно отвлекаться, ну, в общем-то, серьезно, так мы сегодня поработали, я очень довольна, я очень довольна, что девчонки таким, с такими позитивными от меня ушли эмоциями, вот, посмотрите ВКонтакте, там очень-очень много фотографий с этого мастер-класса кому интересно, вот, так что еще раз обращаюсь, вот, смотрите, напишите, нужно ли мне снять видео торт Вишневый Шик, подробный мастер-класс, и еще скажу, рецепт будет не бесплатный, вот, сколько он сейчас будет стоить, мы, как бы, это обсуждаем, но он будет, конечно, ниже, чем тысяч, вот, девочки у меня, они пришли, они платили тысячу рублей на мастер-класс, он, эта цена будет, конечно, ниже, но, вот, сейчас мы подумаем, сколько поставить, авторские, такие рецепты, они только покупаются, если я что-то нахожу в интернете, и у нас будут с вами и бесплатные мастер-классы, это обязательно, вот, почему такой рецепт платный, вот, потому что, во-первых, мне нужно будет все закупить, мне нужно вам показать, торт очень дорогой, он сам по себе стоимости очень будет дорогой, то есть, у вас шикарный будет такой тортик шоколадный, Вишневый, вот, мне куда-то его нужно потом или там родственникам расставить, чтобы они серебряные, то есть, у меня будут большие затраты, и потом, чтобы показывать вам какие-то хорошие торты и со мной учиться, мне тоже приходится покупать и платные вебинары, и ходить на мастер-классы, то есть, это большие затраты, чтобы мне самый уровень свой повышать, поэтому, это совсем другие затраты, это не 300 рублей, которые я выставила за капкейки, вот, в принципе, вроде я так все вам рассказала, в ближайшее время у меня несколько заказов на торт Сникерс, и я обещала карамель вам показать, вот там я покажу также, вот, по-моему, 9-го это у меня заказ ближайший, раньше, сейчас вот не сооружу, да, 9-го, значит, на той неделе вот ближайший Сникерс у меня, и я научу вас делать карамель, это будет совершенно бесплатно, потому что этот рецепт, он, хоть, и известный у кондитера шефа, но он мне подарил его бесплатно, вот, он не российский кондитер, так что это тоже вот такой подарок будет для вас, карамель бесподобная, очень вкусная, и, конечно, вживую получится это лучше, но я максимально постараюсь научить вас делать карамель, вот, потому что опять же, вот, у меня сейчас прям вот повально идут фруктовые, ягодные такие торты, вот, шоколадная, вот, с орехами, редко кто заказывает, кстати, почему не знаю, но вот многие пишут, что они орехи не любят, хотя такая начинка, как сникерс, очень популярная, а вот тут у меня заказ, и мы с вами с вами, карамель, ну, надеюсь, вы на меня не обижаетесь, вот, но я честно с вами поговорила, от вас жду вопросов, вот, обязательно, что могу, все вам буду рассказывать и показывать, надеюсь, вы, хотя бы те девочки, которые от меня получают и ответы, и в контакте, и на электронной почте, вы знаете, хотя бы вы меня немножко поддержите, потому что даже несмотря на то, что и иногда мне некогда, но я стараюсь всем отвечать на их вопросы, когда они что-то, они пекут, у них что-то не получается, ну, по возможности я стараюсь всех поддерживать, вот, еще немножко для тех, кто смотрел меня просто по ремонту, вот, но пока никаких изменений в квартире у меня не будет, потому что меня сейчас все это и так устраивает, я шла в основном на кухню и кроме кровати мне там ничего не нужно, а еще там оборудование для съемок стоит, мы купили сейчас машину и как бы за нее еще надо отдать деньги и поэтому никаких там диванов, телевизоров у меня пока и времени-то нет, и деньги надо отдать совсем другое теперь место, но все это будет и конечно кто дождется, то увидит, как у меня будет преображаться моя комната уже, как мы ее будем обставлять, но вот к лету все-таки наверное нужно будет доделать обустроить эту лучшую, вот с нее и начнем, там все-таки поменьше застрад, наверное с нее и будем начинать, ну все, всем пока-пока и до новых видео Ваша Ирина Воскресенская Ирина Воскресенская